Праздник мента Призыв, который прозвучал из-за стенков, на самом деле, конечно, не оттуда, призыв Алексея Навального к школьникам и студентам в основном, выйти за себя, за меня, как он сказал. И что это означало? Это означало абсолютно бессмысленный и даже не бунт, а демонстрация полного своего бессилия. И люди, которые на этот призыв откликнулись, продемонстрировали свою абсолютную недееспособность, ровно такую же, как противоположная сторона, которая не нашла ничего более изящного, кроме как беспрерывно лгать. Он первый канал этим занимался, больше всего, как можно больше лжи. И переключить внимание на какого-нибудь там скончавшегося Ларри Кинг, мы с трудом вспоминаем, кто это такой, но ему там огромная передача посвящена. И поток вранья. А те сторонники, якобы сторонники Навального, непонятно, сторонники чего они. Это такой артист Навальный, вот его физиономия чем-то нравится, и поэтому это его сторонники. Чего вы сторонники? Да ничего вы не сторонники. И это совершенно очевидно стало в этот день якобы протеста. Потому что ничего не предъявлено. Это как террористы, вот убивают, но не предъявляют никаких требований, никаких претензий. И они просто стращают. И кого вы хотели запугать? Вот этими мальчишками, этими ребятишками, которые где-то 10 к 1 соотношение. Один может побуйствовать немножко, так слегка, а остальные 9 или 10 будут его снимать на мобильный телефон и показывать в сети. Люди пешочком там где-то будут подтягиваться в места, указанные на сайте посольства Соединенных Штатов Америки. А кто-то будет их вот десятки видеоголосков, будут их снимать, стримы показывать. Это что? Это революция. Это объявленная революция. Или бунт бессмысленный и беспощадный. Не то и не другое. Это демонстрация полной своей беспомощности. Отсутствие организации. Отсутствие идеологии. Отсутствие единства. Отсутствие вообще всего. Кроме глупости. Которая реагирует вот на это. Сейчас мы Путина сметем. Сейчас выйдем. Ох как мы. Какие мы страшные. Вы абсолютно никому не страшны. Абсолютно никому не страшны. И было ясно, что кроме позора не будет ничего. Это ваш протест. Протест состоит в том, чтобы получить по хребту дубинкой. Получить оскорбление действием со стороны так называемых правоискривителей. Там никогда никакой защиты права не было. Эти дураки. А противостоят им подонки. Вот все содержание этого мероприятия. И это уже не первый случай. Вы помните 2011 год, когда количество людей, вышших на улицу, было кратно больше. Раз 10, может быть 100. И тоже отсутствие какого-либо понимания, что делать. Потому что в вожди именно поэтому ставятся люди, которые ничего, никаких требований, кроме самых глупых и бессмысленных. Типа там свободные выборы, чего-то там еще освободить политзаключенных. Ну, то, что лежит на поверхности. Ну, то, что может предъявить любая позиция любой власти. Или любым проходимцам, которые забрались во власть. То есть, то, что не объединяет, а то, что очевидно. То есть, вы ни о чем не договорились между собой. Вы не знаете образа будущего, которым вы чаете для страны. Вот, абсолютно. Коррупцию подавить и устроить свободные выборы. Это не создает никакого образа будущего. Это демонстрирует глупость. Отсутствие способности сформулировать свои требования к жизни. Чего вы от этой жизни хотите. И недееспособность в смысле организационной. Вы ничего не сделали, вы не смогли. Вы не создали даже концепции, зачем вы выходили. Как вы выходили, с чем вы выходили. У вас нет плакатов, у вас нет флагов, нет символики. Ничего того, что вообще людей объединяет. Лозунгов даже общих нет. Ничего нет вообще. Если в 2011 еще что-то там было, потому что там была свежа рана фальсифицированные выборы. Там президентские выборы предстоят и борьба вроде бы вокруг них разворачивалась. Здесь не было ничего вообще. То есть чистая провокация, на которую дураки среагировали тем, что они выползли на улицы абсолютно без всякой подготовки. И автоматическая реакция негодяев. Вот путинское негодейство было удовлетворено, проявлено в очередной раз. А то мы не знаем, кто такие полицаи, действующие в защиту Путина. Для здравого человека, который пришел или не пришел на эти акции, сочувствие, конечно, вызывает жертвы. Вызывают, хоть они дураки, но все-таки они вызывают сочувствие, потому что они жертвы. И они противники этого режима. В этом есть сочувствие к ним. Но сочувствие к ним должно быть выражено в том, что еще раз сказать. Ребята, у вас должны быть дееспособные общественные организации с программами и уставами. С тем, чтобы люди объединялись вокруг образа будущего, вокруг программных установок. Вокруг лозунгов, которые предлагают лидеры. Вокруг множества лидеров, а не одного единственного, никому не нужного на самом деле, Навального. Потому что Навальный это даже не человек и не лидер. Это просто повод. Это повод побузить, вроде как, оправдать себя, зачем я выполз на улицу. А потом чеши себя в затылке и думай. И ради чего все это получилось? Все это случилось со мной. Ведь будут еще репрессии. Эти негодяи, они же не остановятся перед этим. А вы не знаете, как от них защититься. У вас нет юридической защиты. Никакого опыта нет. За вас никто не вступится в соцсетях, потому что у вас нет друзей. Никакой Навальный, никакие правозащитные структуры. Никто за вас не поднимется. Вы вышли вроде как группой, но на самом деле толпой. Атомизированные, ничем не объединенные. Поэтому у вас там друзей не было. Вы все одиночки. Вы все дети вот этого цифрового мира. Это цифровые рабы. Вы поэтому никогда не объединитесь, если не просветлите свои мозги, что есть идеи, есть мировоззрение, которое заложено в истории нашей страны. Есть русская идеология, основанная на русской философской, интеллектуальной, мыслительной традиции. Есть структуры, которые создавались специально для того, чтобы люди, которые понимали, что вот это существует, приходили в эти структуры, напитывались русскими смыслами, становились поистине русскими людьми. И это есть самое мощное оружие против врага, захватившего власть в России. Как говорил император Марк Аврелий, римский император, лучший способ отомстить врагу, не быть похожим на него. А вы похожи. Они идиоты. Вы тоже играете в идиотов. Они подлецы. Вы тоже подмешиваете в информационный поток фейковые новости, о том, что там вся Москва вышла, там весь Владивосток вышел, там стреляют, тут убивают и так далее. Мало того, что там вранья в сети, просто нескончаемый поток, и из этого потока трудно выбрать что-то содержательное. Вы еще туда добавляете. Вроде как в позитивных целях. Да нет. Оружие, русское оружие, всегда было только правда. И если кто-то поверил лжи, то покаяться он должен и сказать, простите, ребята, я не понял, я дурак. Вот это должен сказать человек себе, который 23 числа порадовал путинскую подлость. Я призываю тех, кто пришел на эти акции или сочувствует им, является противником этой власти, сконцентрироваться на простой мысли, что должно быть объединение людей, что нельзя выходить просто толпой, что есть мировоззренческая база для того, чтобы Россия вновь стала государством, а не просто страной, населенной подданными, а не гражданами. Даже уже не подданными, а просто действительно цифровыми рабами. Без того, чтобы освоить мировоззрение, без того, чтобы его иметь хотя бы, невозможно никакие изменения. И путинская кодла только радуется от того, что вы такие дураки. Вами легко управлять. Вы не читаете книг, вы не слушаете ничего, что вам говорят, не слушаете, не пробивается до ваших мозгов ни единое слово. Вы не объединяетесь, не пытаетесь выработать какую-то программу. И таким образом вы становитесь пособниками вот этой шоблы, которую вы эстетически, может быть, не переносите, но вы также абсолютно неприемлемы для русской истории, потому что вы не можете ее сдвинуть с места, вы не можете быть создателем будущей России. Радуются бесы тому, что вы такие. Меняйтесь, меняйтесь. Слава Руси! Господи, спаси! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин